Почти 30 тысяч пациентов приняла за 5 лет врач-генетик из Актау Нургульжуцупова. Высококлассному специалисту в области ДНК на детальное обследование пациентов направляют гинекологи, неврологи, эндокринологи. Ее консультации особенно полезны парам, которые планируют стать родителями. Тамара Степанова с подробностями. В месяц врач-генетик Нургульжуцупова принимает до 600 пациентов. И с каждым длинная беседа. Нужно все подробно объяснить и рассказать. В 2020 году с ее участием в Мангастау была внедрена инвазивная перинатальная диагностика. С этого момента биопсию плода провели более полутора тысячам беременных женщин. До этого им приходилось ездить в Алматы или Астану. Генетика это такая специальность на самом деле. Она очень интересная. То есть она без границ. То есть изучаешь, изучаешь и это хорошо, когда ты уже видишь какого-то пациента, видишь клинику, уже знаешь патофизиологию, дальше уже изучаешь методом диагностики и тоже видишь конечный итог. То есть не сидишь направляешь кому-то, ты от начала ведешь до конца, вплоть до планирования и до рождения следующего здорового ребенка. Нургульжуцупова – выпускница медицинского университета имени Асфиндиарова в Алматы. У нее три образования. Врач общей практики, акушер-гинеколог и врач-генетик. Сегодня она заведующая медико-генетическим отделением областного перинатального центра. К слову, в Мангостаусской области работают только два врача-генетика и один цитогенетик. В норме бывает в каждой паре хромосом бывает по две штуки. Это 46 хромосом, по 23 пары идут. В норме по два сигнала дают, если это норма. Когда три сигнала дают, это говорит о том, что на одной хромосоме, то есть есть еще третье лишнее. Три пары – это одна трисомия, значит, одна лишняя. То есть в норме они должны давать по два сигнала. Как вот здесь видите, три сигнала – это анализ данный ребенка с синдромом Дауна. Генетический анализ показано сдавать не всем. Я работаю с врачом-генетиком в тесной связке. Она берет анализы, я их смотрю. Генетик видит клинику, а цитогенетик видит на стекле уже хромосомы человека. Дальше анализы интерпретирует опять же врач-генетик. Мы даже в отпуск уходим вместе, потому что если кого-то из нас не будет, то работа другого просто-напросто остановится. Особенности работы врача заключаются в постоянном поиске новых знаний. Регулярное повышение квалификации, обмен опытом с зарубежными коллегами стоят и в списке дел Нургуль-Жесуповой. Совсем скоро состоится встреча со специалистами из России. Тамара Степанова, Салмат Бигбаев, Актау, Хабар, 24.